Введение Вывод обычно делается так, если абстрактные теории, особенно математические, являются далекими от реальности, значит должны быть неприменимы к реальности. Сегодня я попробую в несколько иной форме рассказать о том, как теория влияет на практику, чем полезна абстрактная в реальном мире. И для этого я возьму условную практическую задачу – построение самолета. Нет, не ультразвукового. Мне кажется, для современности характерна культура практической эффективности. В целом это, конечно, неплохо, но раньше для людей любопытство было достаточным оправданием исследований. Сейчас же попадаются те, кто всерьез обвиняют ученых в растрате на какие-то теоретические изыскания, на которые не то что идут копейки, а иногда они вообще никак не оплачиваются. Я не хочу сказать, что большая направленность на практику плоха. Однако мое утверждение состоит в том, что вся польза науки, вся мощь цивилизации, что нам дал научный метод, заключается в синергии теории и практики, их взаимодействии. Практика отбирает эффективные теории, и наоборот, теория помогает быть практике эффективной. Но что касается физических теорий, там более-менее ясно, что данные теории проверяются экспериментом и показывают, куда дальше можно копать. Как говорил Фейман, наука приносит пользу только тогда, когда говорит о еще непоставленных экспериментах. Но что сказать о математике? Там есть доказательства, но никаких экспериментов в привычном понимании нет. Более того, математики вообще говорят о том, что математика не связана с реальностью, она от нее отделена. Так как быть с абстрактными теориями? И почему для нас полезно оставлять математику именно в таком состоянии, не проверять ее утверждения в привычных экспериментах? И что дают такие теории, если они не основаны на практике? Чтобы лучше представить, как именно это сделать, давайте обратимся к конкретному примеру, пассажирскому самолету. Что нужно, чтобы в принципе построить самолет? Причем представим, что мы еще не умеем летать и не знаем теорий. Что нужно узнать, чтобы его сделать? Самолет – это машина, что переносит людей на далекие расстояния по воздуху. Идея самолета достаточно проста. Мы просто подсмотрели ее у птиц. Но эту идею нужно приспособить для наших человеческих нужд. Невозможно сделать большую птицу и просто полететь, поскольку птицы рассчитаны для полета именно для своего размера и веса. Итак, вопрос. Какие нужны крылья, чтобы удерживать огромную машину в воздухе? Какой нужен двигатель, чтобы он был достаточно мощным, но при этом легким? Как управлять всем этим чудом, чтобы оно летало как надо? Как сделать все это безопасным и удобным? Часть 1. Крылья Крылья самолета для обычного человека могут показаться простым устройством. Однако вопросу расчета формы крыла уделяется огромное значение даже сейчас. Это, безусловно, самая важная часть самолета. И да, может показаться, что достаточно сделать крыло, похожее на птичье, и далее испытывать разные формы. Однако на самом деле ключевой вопрос – вопрос эффективности. Испытывать устройство без всякой теории – это искать иголку в стоге сена. Если покопаться в истории, можно вспомнить множество летательных устройств до изобретения самолета, и все они работали объективно плохо, или не работали вовсе. Если мы хотим знать, в какую сторону нужно улучшать полет, нужно знать, за счет чего крылья удерживают птиц. Кроме того, никто не сказал, что природа обязательно эффективна во всем. Полет птиц удобен для птиц. У человека же иные цели. Итак, зная механику Ньютона и закон сохранения импульса, мы можем примерно набросать самый простой вариант теории. Рассмотрим ударную теорию Ньютона. Встречный поток частиц воздуха ударяется о поверхность крыла, передавая ему импульс и отражается вниз. За счет этого образуется так называемая подъемная сила. Это дает теорема об изменении количества движения. Разница импульса частиц в начале и в конце равняется импульсу действующей силы. Честный случай теоремы вам известен как закон сохранения импульса. Тут разница в том, что импульс может меняться, но для этого нужно действие сил. Такое объяснение довольно простое, но оно подразумевает, что крыло должно находиться под неким углом, называемым углом атаки. В случае же, если угол атаки равен нулю, никакой подъемной силы нет. Однако эксперименты показывают, что если сечение крыла имеет некую несимметричную форму, то даже при нулевом угле атаки подъемная сила не равна нулю. На этот случай в научпопе часто дают еще одно объяснение, основанное на законе Бернули, который гласит, что вдоль линии тока сохраняется вот это значение. Это является следствием простого закона сохранения энергии и выводится из уравнений гидродинамики. Воздух, обходящий несимметричный профиль крыла, сверху проходит больше путь за то же время, а значит двигается быстрее, чем внизу. А значит, согласно закону Бернули, имеет меньше давления. Из-за перепада давлений и возникает эта сила. Такое объяснение можно часто встретить и есть даже некая борьба между первым объяснением через механику Ньютона и вторым через закон Бернули. Нужно сказать, что первое объяснение или ударная теория Ньютона вполне рабочая. Однако она совершенно не учитывает форму крыла, вязкой среды и так далее. Грубо говоря, в этой теории предполагается, что крыло это плоская тонкая дощечка определенной площади, а воздух рассматривается лишь как частицы, что только бьются о дощечку. Но эта теория хотя бы просто является упрощением. Второе объяснение вообще в корне не верно, поскольку содержит ошибку. В объяснении предполагается, что токи проходят на кромку крыла одновременно, а это не просто не точно. Это совершенно не так. Более правильное объяснение через закон Бернули немного другое. Действительно, частицы воздуха двигаются быстрее сверху, но это происходит из-за того, что линия тока сужается из-за формы крыла, и из-за этого получается пониженное давление сверху. Однако и это объяснение является лишь упрощением. В реальности при построении самолета нужны более четкие и точные математические модели. Основная теорема о подъемной силе – это теорема Жуковского, которая связывает циркуляцию потока вокруг крыла с подъемной силой. Почему на практике используется теорема, а не нечто вроде объяснений в научпопе? Это связано не только с точными расчетами и тем, что теорема дает четкие условия ее ограничений, но и сформированная и доказанная теорема позволяет ее модифицировать, изменять, расширить и открывать нечто новое. К примеру, вот статьи о том, как ведет себя поток воздуха при старте самолета. Это преимущество абстрактных формулировок задач, явное указание условий, когда что-то выполняется, и исследование проблемы только за счет модификации доказательств. В одном из видео я упоминал, что в расчетах, связанных с этой теоремой, часто применяются комплексные числа. В комментариях появились вопросы, как именно комплексные числа используются. Дело в том, что профиль крыла обычно довольно сложной формы. Для перехода от такого кривого профиля к простой окружности на комплексной плоскости существует так называемая функция Жуковского. Такая функция позволяет связать круг и профиль крыла, и позволяет спокойно, правильно переводить уравнение из одной формы в другую. Тут можно спросить, почему не обойтись без комплексных чисел, обойтись просто функциями и просто двумя обычными действительными числами. Но комплексные числа это и есть пара действительных чисел, просто с особыми операциями, которые позволяют вывести, например, такую связь. Попытка обойти комплексные числа в данном случае приведет просто к созданию ненужных рудиментов, что по сути будут эквивалентны комплексным числам, только без названия. Этот метод перехода от профиля к окружности можно встретить практически во всех статьях, где работают с профилем крыла. Вы берете область вокруг крыла и преобразуете ее в область внешности круга. Это упрощает решение, а то и вообще делает его возможным. Если вы хотите, к примеру, учесть вязкость, то придется взять уравнение навьестокса, которое я упоминал не раз. Это дифференциальное уравнение, что описывает течение вязкой жидкости или газа. К сожалению, это уравнение не имеет теоремы о существовании и единственности, что влечет за собой необходимость танцевать с бубном вокруг того, как эффективно это уравнение решить для каждого отдельного случая. Потому любое упрощение для такого сложного уравнения может быть довольно критически важным. Для справки. Вязкость действительно влияет на расчеты. Дело в том, что турбулентность, являющаяся следствием вязкости, жидкости или газа, весьма коварная вещь. Например, благодаря эксперименту известно, что при достижении определенного угла атаки внезапно может уменьшаться подъемная сила, из-за чего самолет просто упадет. Это, конечно, выяснено экспериментами, но возникает, соответственно, вопрос, а когда еще такое может произойти? И чтобы ответить на это, необходимо уже перейти к моделям турбулентности, чтобы предсказать опасные ситуации. К сожалению, турбулентность – это явление хаоса и очень сложная вещь. Научных школ, что изучают данный вопрос, очень много и велико разнообразие подходов. Основными можно считать применение статистики к дифференциальным уравнениям. Качественное изучение уравнений – это то, что делает теория катастроф или теория хаоса. Но и бывают очень экзотические случаи, вроде применения теории игр. После математической постановки задачи в большинстве случаев необходимо ее еще и численно решить. Несмотря на то, что для многих это кажется, как действие вроде «вбил в компьютер и получил ответ», на самом деле это разработка эффективного и правильного метода вычислений, часто сопровождающийся математическими доказательствами. Самый простой метод решения краевых задач, таких как навес токса, это разностные и сеточные методы. На все пространство расчета накладывается сетка, где в узлах задаются значения переменных. Само уравнение из дефора преобразуется в разностное уравнение с помощью какой-то схемы приближения. Грубо говоря, все производные в уравнении заменяются какими-то разностями. По шаблону такая схема должна на основе уже известных значений в некоторых узлах рассчитывать следующие неизвестные узлы, пошаговая покрывая всю область расчета. Это наиболее простой топорный метод расчета любой краевой задачи. К сожалению, слишком многое зависит от выбора этого шаблона. Может оказаться так, что метод неустойчив, и то, что получается в результате расчетов, и близко не соответствует математическому решению, а тем более реальной картине. Поэтому устойчивость каждой схемы необходимо как-то доказывать. Ну и кроме того, такие методы довольно ресурсно затратные. Получение разностных уравнений в сетчатых методах подразумевает получение алгебраических уравнений. Эти уравнения могут быть по-разному решены, и для этого используется линейная алгебра и теория матриц. Как именно можно улучшить решение зависит от конкретного характера задачи. Но теоремы в этой области могут подсказать самый быстрый и эффективный способ решения для вашего случая. Кроме сетчатых методов можно использовать так называемые вариационные методы. Вариационное исчисление это вещь довольно старая, начавшаяся еще с Ньютона. Этим методом решена задача о брахистохронии или получена эффективная форма пули. Суть теории в нахождение функции, которая делает максимальным или минимальным некоторое выражение, которое называют целевым функционалом. Вариационные методы построены на идее приближения решения. Ищется минимум выражения, которое означает ошибку, расхождение текущего результата с истинным. Одним же из самых используемых методов решения подобных краевых задач, связанных с физикой, является метод конечных элементов. Метод в некотором роде объединяет идеи вариационных методов и разделения на куски. В отличие от сетчатых методов, область исследования делится совершенно на произвольные кусочки. Они могут быть где-то больше, где-то меньше, могут быть разной формы. Затем вариационным методом ищутся функции, каждый на своем кусочке. Для каждого элемента составляется свой набор линейных уравнений, которые решаются и перерешиваются, пока ошибка не уменьшится достаточно. Затем неким методом эти функции образуют конечный ответ. Метод конечных элементов работает куда лучше сетчатых, но его сложнее запрограммировать и сделать. Метод стал действительно широко применяться, когда были построены алгоритмы разбиения на почти равносторонние треугольники на основе триангуляции Делане, которая была придумана советским математиком Борисом Делане. Такое разбиение можно провести автоматически, и оно достаточно удобно и эффективно для метода. Метод конечных элементов полезен в нашем самолете не только для расчетов потоков воздуха, но и для расчетов прочности самого самолета. Для этого нужно использовать общее уравнение Гука, например. Часть вторая. Двигатель. Все видели эти двигатели, но как они работают, не знает никто. Возможно, вы не задумывались, но двигатель для полета большого самолета не такая простая задача, как может показаться. Недостаточно взять мотор от какого-нибудь автомобиля или лодки, модифицировать его, нацепить винт и полететь. Такие виды моторов точно не подойдут для огромных пассажирских самолетов. Первые самолеты использовали винты в качестве движущей силы, а сам двигатель был сделан как обычный поршневой двигатель внутреннего сгорания, однако значительно облегченный. Вся проблема в том, что чем мощнее двигатель, тем больше он весит, тем больше нужна скорость, чтобы добиться большей подъемной силы. Это ясно из формулы Жуковского. Конструкцию с поршневым двигателем можно увидеть на первом же летуне братьев Райт. Однако тяговая сила таких двигателей оставляет желать лучшего, потому для начальной авиации представление о больших самолетах было что-то из области фантастики. Сколько нужно массы двигателя, чтобы он смог выдать некую единицу мощности? Так, если даже взять гоночный болид Формулы-1, то это будет около 20 килограммов за каждые 100 лошадиных сил. Когда как для современных лайнеров характерны числа около 3,6 килограмм за 100 лошадиных сил. Если говорить о военных истребителях, то там вообще получается около полтора килограмма за 100 лошадиных сил. Внушает, не правда ли? Такая мощность достигается в типе двигателей называемых турбореактивными. В отличие от поршневых, в которых вращение вала происходит за счет поступательного движения, турбореактивные двигатели устроены даже в некотором смысле концептуально проще. Основной принцип, за счет чего происходит движение, это реактивная струя воздуха. Идея двигателя в том, чтобы преобразовать входящий в двигатель холодный воздух в горячий, за счет чего расширить и ускорить его. Почему это нам поможет двигаться, мы знаем благодаря опять же теории из физики термодинамики газа. Как и в поршневом двигателе, для этого просто нужно добавить топливо, только не в цилиндр, а прямо в воздух и поджечь. Но для того, чтобы достичь условий, подходящих для горения, необходим воздух с высоким давлением и температурой. Сжимает и разогревает воздух компрессор, состоящий из множества лопастных вентиляторов. Для вращения компрессора позади камеры сгорания на вал, соединенный с компрессором, ставит турбину, еще одни лопасти. Разогретый газ, проходя турбину, раскручивает ее, понижая давление и выходит из сужающегося сопла с высокой скоростью. Для коммерческих двигателей еще добавляют второй контур и второй вал, на которые, кроме еще одной турбины позади, размещают большой передний вентилятор. Вентилятор, разгоняемый турбиной позади, направляет дополнительный поток воздуха. Такая схема получается очень экономически эффективной. Вентилятор требует немного затрат топлива, но толк дает большой. Из-за его экономической эффективности именно его применяют на пассажирских самолетах. Давайте разберемся, где же тут нам нужны научные разработки. Во-первых, здесь снова возникает теорема Жуковского. Лопасти турбины имеют аэродинамический профиль. Во-вторых, для горения нужен воздух определенного давления и температуры. Соответственно, нужно рассчитать, как будет вести себя газ после компрессора. Для этого в самом простом приближении можно использовать закон Бернули и уравнение из-за процессов. Кроме того, высокие температуры более 500 градусов Цельсия и нагрузки на лопасти по 48 тонн требует разработки жиропрочных, крепких, но при этом легких материалов. Расчеты напряжений в устройствах задействуют опять же уравнение Гука с учетом температурных эффектов и уже упомянутый метод конечных элементов. Для современных двигателей часто используют композитные материалы из нескольких слоев и даже 3D-принтер для формирования наиболее эффективных форм, что увеличивает количество возможностей и сложность расчетов. Весь набор условий и критериев эффективного двигателя достаточно велик и противоречив. Опять же, простой пример. Двигатель должен быть легкий, но прочный, быстрый, но экономичный. При этом топливо и материалы должны быть экологичными, из-за чего приходится использовать многокритериальную оптимизацию. Это математическая теория, которая позволяет рассчитать самые лучшие решения при условии наличия множества различных противоречивых критериев. Теория также тесно связана с теорией игр. Решение Паретто можно часто услышать в роликах о дилемме заключенного, как математическую реализацию благо для всех. Как раз таки это благо для всех условий и ищут в производстве двигателей. Часть третья Управление полетом Но нам недостаточно просто эффективно летать. Необходимо еще и управлять полетом. Первый управляемый полет на самолете можно назвать эксперименты братьев Райт и Можайского. Надо сказать, что управление полетом задача не такая тривиальная, как управление например автомобилем. Для автомобиля лишь одного руля достаточно, чтобы повернуться и двигаться в любую сторону. Но если речь идет о полете, то вместо одного вращения возникает целых три возможных вращения. Управление летуном братьев Райт происходило с помощью трех видов рулей, благодаря которым деформировались крылья и поворачивались некоторые крыловые части. Все это подходит для маленького самолета, но построить настоящий пассажирский лайнер не позволяет. Для ориентации тела в пространстве нужно три угла, известных в механике очень и очень давно. Для теории в механике используются так называемые углы эйлера, однако эти углы хоть и оказались удобны для теории гироскопов, которые кстати необходимы для навигации и определения углов наклона самолета, для других сфер они имеют несколько недостатков. Зависимость от порядка произведения поворота и вообще общая сложность их задания. Для поворотов в сфере инженерии используют так называемые авиационные или корабельные углы. Это рысканье, тангаж и крен. Сейчас технологии управления куда сложнее и этими углами управляют аэродинамические рули. Это элероны для управления креном, руль высоты и руль направления. Эффективный поворот самолета подразумевает использование и руля направления, и элеронов, и руля высоты, поскольку при поворотах руля направления мало меняется направление движения, а лишь немного изменяется угол рысканья. Поэтому прежде всего используются элероны для создания крена, а рули высоты и направления не дают самолету снижаться при этом. Также на малых скоростях для создания крена на больших лайнерах требуются дополнительные устройства управления, например спойлеры или интерцепторы. Вся эта механизация и рули по сути являются средствами изменения профиля крыла и естественно требуются расчеты для выяснения какие формы закрылок управляемых частей нужны, чтобы наиболее эффективно и правильно управлять подъемной силой крыла, а также какие могут быть проблемы вроде внезапных сваливаний и тому подобное. Кроме структуру самих закрылок нам нужно построить систему, которая управляет полетом, связь между пилотом и самолетом. Естественно такая задача также сложна, ведь отказ в таких системах это почти наверняка крушение самолета. поэтому одна из основных задач, которая тут должна быть решена это устранение помех и корректировка. Математическая теория управления может помочь сформулировать наиболее эффективные и надежные системы управления полетом. Составляются дифференциальные уравнения, регулятор управления полетом, в который включается сигнал с пилотом и далее рассматриваются вопросы уменьшения ошибки и помех при управлении. Например, проблема раскачки, то есть возникновения колебаний при каком-то сложном маневре. В такие моменты система регулировки должна корректировать управление, автоматически стабилизируя полет. Часть четвертая. Инфраструктура. До сих пор мы говорили в основном только о самом самолете и его полете, но на самом деле чтобы летать нам нужен не только сам самолет, но еще некая инфраструктура. Самолет летает не в аэродинамической трубе, а в реальной атмосфере, которая совершенно не столь идеальна и зависит от уймы погодных факторов. За этим нужно следить. Кроме того, самолетам необходимо ориентироваться в полете, уметь избегать столкновений в районе аэропорта. Также нужно самолеты обслуживать. Изучение климатических условий и погоды требует участия самых различных специалистов. Так в систему включены метеостанции и спутники, что регистрирует различные параметры среды. Но в этом огромном наборе данных самое важное это их обработка. Кроме уже упомянутого уравнения навес Токса и его численного решения, нужно изобретать различные способы расчета ветровых течений. Это связано с тем, что в отличие от задач расчета внутри самого самолета, задачи расчета на больших областях земли проблемны в плане измерений. Сложно посчитать кроевые условия на большой области и тут приходится выдумывать новые способы решения. Отслеживать например траектории, что приходит в метеостанции и обрабатывать задачу в обратном времени. Это порождает дополнительный ряд вычислительных проблем. Многие задачи вроде обычной диффузии в обратном времени некорректны. И чтобы корректно поставить и решить такую задачу приходится обращаться к теориям вроде квази обращения. Это в свою очередь требует уже знания функционального анализа, сложных банаховых пространств и многих других казалось бы абстрактных теорий. А все начинается с очень практической и простой задачи повернуть время в расчетах ветров. Естественно перелеты подразумевают наличие навигации. Изначально для навигации хватало гироскопа для определения углов наклона и компаса. Однако с ростом индустрии для удобства и безопасности полета нам нужно знать где летит какой самолет. А это подразумевает участие целого ряда изобретений в области связи. Множество данных самолетов собираются постоянно в последнее время даже онлайн чтобы можно было проанализировать полет и выяснить проблемные моменты. Это требует работы с большими данными с анализом вероятности и статистикой. Даже испытание внутри аэродинамических труб на самом деле подразумевает работу с данными и их математический анализ. Это происходит потому что выявить какую-то нечастую проблему сложно. Еще сложнее может быть выяснение в чем она заключается и каким образом можно ее исправить. Математические итоги Что в итоге? Для описания любого движения нужна теория механики и ее обобщение вроде гидромеханики для газа механики твердого тела для расчетов деформации. В механике есть свои теоремы описывающие движения такие например как теорема об изменении количества движения. Конечно все выводится из законов Ньютона но несмотря на кажущуюся простоту законов применять их на практике далеко не всегда легко. Механика переводит практически любое движение полет в воздухе напряжение на крыльях движение газа в дифференциальные уравнения. Кроме того они же получаются при рассмотрении электроники и схем и вообще всех процессов. Но решить просто можно только лишь некоторые дифференциальные уравнения. Для решения остальных случаев нужны более сложные виды абстрактной математики. Скажем сейчас многие вопросы дифференциальных уравнений решаются за счет казалось бы совсем абстрактной теории групп. Про группы мы говорили в отдельном видео а также еще в одном видео мы рассматривали дифференциальные уравнения. Можно решить уравнение на компьютере приближенно но на самом деле это тоже требует очень много теории и математики. Не нужно думать что компьютер просто делает все по щелчку. Приведенный мной в качестве примера метод конечных элементов использует в своей основе вариационное исчисление а вариационное исчисление использует разделы функционального и математического анализа. Многокритериальный анализ и теории управления о которых мы говорили в главе про инфраструктуру иногда требует довольно специфические теории многозначного анализа в котором функция отображает не в число не в вектор а в целое множество. Такие проблемы возникают из-за многозначности действий. Кроме постановки самой многокритериальной задачи ее еще нужно решить а это не так-то просто. Традиционно это считается одной из самых распространенных емких задач рассматриваемых на компьютерах. Крупные компании очень часто пользуются специфическими пакетами программ для решения таких задач поскольку это фактически основной вопрос любого эффективного распределения ресурсов в ограниченных условиях. Именно на подобных пакетах программ было проверено что прогресс в эффективности алгоритмов был выше чем в эффективности самого устройства компьютера. Ну и конечно же теория множеств. Так или иначе все определения и теории дифференциальных уравнений функционального и математического анализов групп да и многого-многого другого сформулированы именно на языке теории множеств. Моя цель была показать как могут далекие от практики теории проникнуть в практику и помогать делать наш мир лучше. Вполне себе можно полететь не углубляясь в научные премудрости математики и физики зная лишь основные законы. Однако если вы хотите удобный экономичный быстрый и большой самолет вам придется использовать все больше и больше накопленных теоретических знаний науки. С вас лайк, подписка, комментарий и колокольчик. А вам я желаю счастья и пропорциональной массы и да-да. До скорых встреч. Пока. Субтитры